Вот фотоаппарат. В нём имеется неотъемлемая часть осмотра места происшествия. Фиксируется обстановка, предметы, в том числе детально. Сначала ориентирующая съёмка производится, потом злова. В чемодане Виталия Румянцева – вселенная предметов. Линейки, ножницы, фонарики соседствуют с дактилоскопической кистью и проявляющими порошками. Все эти обычные, такие специфические предметы помогают собирать информацию и доказательства с мест преступлений. В данном чехле имеются дактилоскопические порошки. При обработке поверхности, если есть следы рук, они прилипают на основе физического метода к жировой поверхности следа и проявляются популярные узоры. Вот прекрасный след можно его крупным планом взять. Содержит достаточно индивидуальный комплекс признаков, необходимый для идентификации личности человека, его оставившего. Подготовленная мной плёнка при помощи ножницы на отрезанный фрагмент этой плёночки. На желатиновой основе. Вот он перешёл полностью. И клеится сверху защитная плёночка. Всё, это вещественные доказательства. На месте происшествия криминалисты порой могут найти, на первый взгляд, совсем неочевидные улики. Можно исследовать запах, изъять, допустим, с каким-то предметом, допустим, упаковывать фольгу, чтобы запах не выветрился. А потом уже его исследуют специальные эксперты с применением служебных собак. А начинал свой профессиональный путь выпускник биолого-химического факультета Белгородского госуниверситета в областном экспертно-криминалистическом центре. Тогда ещё там работал Игнашка Михаила Анатольевича, он сейчас в Москве. Как-то рассказал, мне понравилось, как ДНК из костей выделяется, из других объектов. Я подумал, это очень интересно. Интерес стал делом всей жизни. За 10 лет работы Виталий получил допуски на самые разные виды исследований. Сейчас проводит дактилоскопическую и баллистическую экспертизы, физико-химическое исследование наркотических и психотропных веществ. Исследует ДНК на установлении отцовства. Насколько мы его изучили, наука, но это уже, я считаю, что не полностью. Там просто ещё ДНК имеется, помимо физической, ещё волновая природа. Вот волновую природу не изучили. Несмотря на все легенды и мифы о работе криминалиста, она зачастую состоит из рутины. Исследования в лаборатории требуют выдержки и терпения. На месте происшествия можно провести весь рабочий день. Поиск доказательств и спешка несовместимы. Но бывают исключения. Если это что-то произошло на улице и идёт дождь, то он может уничтожить следы, допустим, обуви. Тут скорость влияет. Надо как-то зафиксировать это, закрыть или изготовить гипсовые слепки. Благодаря криминалистам любое ЧП обрастает важными фактами и обстоятельствами. Что касается вида крови, человеческих останков или, например, возникающих экстремальных ситуаций, здесь эмоции недопустимы. Виталий охотно следит за резонансными уголовными делами. Это дарит осмысление проделанной работы и своего вклада в процесс. Какая-то работа способствует раскрыть преступление. Будет то выявление каких-то следов, будет то любая помощь следствию, оперативникам, чтобы изобличить. Это удовлетворение приносит. В свободное время, чтобы разгрузить голову, Виталий Румянцев занимается плаванием, играет в футбол, любит читать фантастику. А вот криминальными новостями и детективами не интересуется. Остросюжетные сценарии ему преподносит работа. Но тут, как говорится, сам выбрал такую профессию. И, к слову сказать, совсем не жалеет. Оксана Черных, Дмитрий Жиряков, Сергей Лихвер. Такой день на мире Белогорья.